Я считаю, что Инна Германовна Богословская, вы являетесь тем человеком, который давно уже заслуживает, знаете, как вы пишете там где-то в своих блогах, вот, общественного порицания. Я думаю, что скоро вы его получите. Это первое и второе. Вам слова никто не даст. Вы даже не рассчитываете. Здесь. Здесь. Это вы могли в Верховной Раде там ходить, кричать и вилять своим задом. Здесь. Значит, слова гоньба. Слова гоньба. Слово страдавших никого не задержали. Значит, давайте проведем параллель. Проведите параллель. А вы хотите, мы сейчас себя в контейнер засунем? Тебя лично. Я засуню, он здоровья, тогда засунем. Я не крошу. Так, остановили сессию. Милиция, пожалуйста, сделайте все для того, чтобы мы ввели сессию. Вы параллель проводите, пожалуйста. Когда был мат, что вы делали? Вы призывали в лес, откладывали удары. Вы лично. И никого не задержали. А сто один человек попало. Больный человек. Кто попал здесь в больнице? Да никто не попал. Параллель проводим, пожалуйста, да? Не стыдно вам, а? Не надо, я не могу. А со что вам я говорю? Мне бы было стыдно, я бы вообще подставку ушу. Я вам честно говорю, не надо, я не могу. А в контейнер, я согласен. Давайте, пожалуйста, я на контура поместил. Я не могу. Правда, внушайте порядок. Да какой порядок? Ну вы должны иметь и совесть. Просто, вы же человек. Прежде всего, человек. Потом уже не спинул вам. Ну зачем вы такое делаете? Он опекел уже. И на этом. Я вам с него только говорю. Нет вопроса, я могу тебе дать грелку. Пять секунд. Вот послушай сюда. Пять секунд. Мы с тобой знакомы очень давно. Мы вместе с тобой стояли в 2004 году. Стояли за демократию, стояли за свободу слова. Вот здесь сидит прокурор. Я задаю вопрос. Не вижу прокурора. Поднимите, пожалуйста, руку. Побили вашего сотрудника? Побили или нет? Вы побили сотрудника или нет? Я задал вопрос. Мы же откровенные, честные люди. Ты же сам сказал, призывал к честности. Побили сотрудника. Да вам хоть глаза тогда на ссы. Вам похрену. Божья роса. Если вы за это даже говорите. Нет. О чем тогда говорить? Тогда я задаю вопрос. Почему человека, которого избили сотрудника прокуратуры, почему до сегодняшнего дня не задерживает этот чек? Если бы я, Руденко Андрей Иванович, позволил себе избиение сотрудника милиции или прокуратуры, меня бы уже давно запаковали. Это что за беспредел такой? Вы сейчас пришли слушать? Так давайте соберемся и выскажем здесь, на трибуне. Какого хрена вы создаете здесь такие беспределы? Я вам так скажу. Послушайте, ты мой телефон знаешь не первый день. И мы с тобой знакомы 15 лет. И у нас нормальные отношения. Скажи мне, пожалуйста. О каких нормальных отношениях мы сейчас говорим, когда мы говорим на черное и белое? Я спросил. Вы побили сотрудника прокуратуры? Вы говорите уже побили. До этого, говорю, не побили. Андрей, остановитесь. Ребят, пора успокоиться. Услышьте меня сюда. У нас сегодня, услышьте, у нас сегодня две войны. Одна на Донбассе, одна здесь экономическая. Если мы вместе с вами не объединяем усилия и не будем наполнять бюджет, нам грош цена. Так зачем же вы создаете здесь прецеденты? Вы обратите внимание. Здесь сидят депутаты городского совета. Из них половина людей, которые возглавляют серьезные предприятия. По наполнению бюджета они одни из первых. Больше того вам скажу. Помимо наполнения бюджета, многие из них являются волонтерами. И помогают, в том числе и я. Вооруженным силам Украины. Мы об этом не кричим. И не кичимся. А вы начинаете. Лесик. Где этот лесик? Зашел его в контейнер. Что он вам сделал? Больше насрал? Смешно, пацаны, смешно. Послушайте внимательно. А я вам тоже скажу. Вот послушайте меня. Я давно хотел сказать депутатам Верховной Рады некоторые слова. Я вам скажу такую вещь. Вы все красиво говорите, классно кладете. Только вы там уже пятый или шестой созыв. Скажите, что вы сделали для того, чтобы здесь социально-экономическая ситуация изменилась? Ноль. Ничего. Вы ничего не знаете, что я делала, а теперь я отвечу. Да я, может, потому ничего не знаю, что вы ничего не делаете. Дорогие друзья, вот давайте сейчас... Елена Германовна, вы политическая проститутка. Можете выйти отсюда? Выйдите из зала. Вы понимаете, Геннадий Адольфович? Я предлагаю всем вспомнить, как выглядело голосование за 16 января. Тогда все тоже кричали и радовались. Еще раз, да? А теперь я вам объясню, почему контейнеры. Потому что вами руководит вор и преступник. Вы это знаете и молчите. Потому что предприятия наполняют бюджет, а он из него крадет. Потому что он руководит... Послушайте сюда! Включите мне микрофон, где тебе мать! А вы молчите. Вот я вам скажу такую вещь, Инна Германовна. Два слова, если вы готовы услышать реальную картину. Вы говорите о наполнении бюджета. Кто здесь спросил, у здесь присутствующих депутатов, когда мы говорим о предцентрализации власти, кто спросил, когда можно порезать бюджет и забрать 400 миллионов нашего бюджета с города Харькова из подошвого налога? Кто-то зайдет! Так, Андрей, тихо, тихо, тихо. Можно вы получите меня? Нет, нет, давайте сначала. Да у меня и копейки. Я вам скажу, вы посмотрите, ходят долго в государственное предприятие, иметь месторождение и спашен, и с гадом. Куда уходят бабки? Они уходят в башон. Туда, туда, туда. Туда. Так вот. Ина Германовна. Ина Германовна. Правильно. Ина Германовна, вы давно живете в городе Киеве. Пожалуйста, идите на ту сессию, где вас будут любить. Здесь вас никто не любит. Поверьте мне. Вот я точно вашей любви не хочу. Я прошу вас. Вы давно уже политическая проститутка и политический лузер. Поэтому давайте отсюда. Я думаю... Значит так. Нет, Геннадий Азольфович, вы сейчас дадите мне слово. Иначе, пожалуйста, в разном, как хотите. У нас есть записавшегося. Первый выравец Игорь Иванович. Пожалуйста, Игорь Иванович, на трибуне. А? Нет, ну это будет продолжаться диалог. Вот такой вот. Без микрофона. Да, конечно. Я считаю, что вы не можете молчать, когда через коммунальные предприятия продутся сотни миллионов. А вы сейчас разгромяете бюджетом. Так займитесь этим, великий праведник. Андрей Иванович. Вы поймите. Давайте дадим слово выравцу Игорю Ивановичу. Пожалуйста, Игорь. Люди прибегают к бакам, потому что не работают суды и прокуратура. Если вы там будете себя вести, там будет не ровно. Я хочу еще раз сказать, дорогие друзья, здесь много тех людей, которых я знаю. Подумайте сейчас. Кернес вас ведет на самом деле в большую беду. Вы сейчас имеете возможность это остановить. Вы сейчас имеете возможность прекратить подчиняться преступнику. Вы это должны сделать. Я вам всем желаю от всего сердца удачи, мудрости и ума. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, уважаемые харьковщане. Ну, мне неловко, конечно, делать... Мне неловко, конечно, делать... Микрофон включен или нет? Он очень близкий. Так он не включен, наверное. Микрофон включен. Значит, первый раз здесь в сессионном зале появилась вот эта вот бабочка богословская, понимаете, личинка, и начинает учить нас жизни. Значит, я считаю, что Инна Германовна вам не к левцу с вашим образованием и интеллектом, и, знаете, с вашей родословной делать то, что вы сейчас делаете. Ваша задача сейчас самая основная – спокойно отсюда уйти. Взять и уйти отсюда. Игорь Иванович, пожалуйста. Уважаемый Харьковщин, уважаемые коллеги, я обращаюсь к Андрею, моему давнему знакомому и коллеге. Ну, я думаю, что не стоит тебе устраивать вот этот базар. Одну секундочку. Андрей, Андрей, ну ты сейчас… Андрей, Андрей, у тебя есть трибуна, а ты… Андрей Иванович. Ну, ты унижаешься буквально, затеваешь дискуссию в богословстве. Зачем?